Девушки отдыхают И мы говорим не только о пешеходных зонах, но о том, что видно. Мы сегодня будем говорить о том, что скрыто, о том, что находится за всеми этими прекрасными формами, о содержании, которое мы называем словом инновацией. Яна Олеговна Теплова, доцент, кандидат технических наук, руководитель проекта в компании Аспромт. Это всевозможные асинхронные двигатели, которые, оказывается, друзья мои, их больше, чем нас, людей, этих двигателей. Вот. Так что Яна Олеговна, это очень важный человек в нашей с вами будущей жизни. По оценкам специалистов, насколько мне известно, примерно 60% мирового энергопотребления приходится на электрические двигатели. Именно на асинхронные электрические двигатели мы занимаемся этим направлением. То есть повышение их энергоэффективности. В настоящий момент разработана технология, известная под названием технология «Славянка». Возможно, вы слышали также еще связанное с этим названием «Мотор-колесо Дуэнова», но в кругах профессионалов известно. Базируется на замене стандартных обмоток статоров и роторов данных двигателей на так называемые обмотки типа «Славянка», которые позволяют получить лучшие, значительно эксплуатационные характеристики, энергосбережения. В зависимости от типа двигателя на известных, модернизированных от 20 до 60% на отечественных и зарубежных образцах. То есть это было пробирано более чем в 100 компаниях. Плюс увеличиваются другие показатели, такие как, например, вибрации, шумности и так далее. Ну, вибрации, допустим. То есть 50% отказов происходит по опасным причинам, таким как разрушение подшипника. Что касается Москвы, где это может быть применено, и были уже предварительные соглашения, но, к сожалению, это не получило развитие. Например, это метрополитен. Допустим, шахтная вентиляция там, канализационные и водоотливные установки, экскалаторное хозяйство, сам подвижной состав. То есть фактически эта технология может быть использована в процессе ремонта для перемотки, то есть модернизации парка двигателей, существующего. И это важно то, что не требуется замена оборудования, требуется только замена оснастки. Экономический эффект уже был подтвержден, и были сделаны расчеты, плюс мы готовим еще экономическую модель. Хотим просто обоснованно показать, какая экономия может быть для Москвы или, например, для московского региона от постепенного внедрения. По поводу коммерциализации, это является, как я сказала, слабым местом, потому что компании на данный момент, российские производители и потребители этого продукта, они ориентированы в основном на зарубежных производителей. Наша учредительная компания является как раз резидентом Сколково. Я могу сказать о том, что мы имеем налоговые льготы. То есть идеи доведены до промышленных образцов, но само внедрение именно в российских компаниях встречает то, о чем я сказала, большое сопротивление. Но там есть и множество других факторов, несмотря на то, что... Кто сопротивляется? Кто эти люди? Сопротивляются, например, сопротивляются сами компании-руководства. Ну, у них для этого есть веские причины. Допустим, если хотят перемотать двигатели на их оборудовании, то это оборудование снимается с гарантии. Или они хотят взаимодействовать с зарубежными компаниями, то есть уже закупать. Но, тем не менее, мы можем видеть, что компаниям интересно, есть компания-лицензиат, но масштаб очень небольшой, честно сказать. То есть объективные экономические какие-то цифры в итоге, все это решает. Да, это небольшое, но при этом, да. Проблема создается. Посредник всегда участвует, а просредник имеет процент с объема, поэтому ему выгодно большие затраты. Сейчас у нас на связи, да, правильно я говорю, Дмитрий Александрович Дуюнов, руководитель проекта в компании АСИПП, инженер. Добрый день, я вас слышу. Взаимно. Дмитрий Александрович, ну что вы думаете по поводу ситуации с инновациями в Москве на сегодняшний день? И ваш вклад, вклад вашей компании? Ситуация, можно сказать, плачевная, потому что, в принципе, у нас пытаются привнести западный опыт внедрения инноваций, а у России свой путь. И он очень сильно отличается по менталитету. Вот, в частности, допустим, Яна рассказывал насчет того, что возникают сложности с внедрением. Ну, давайте посмотрим, допустим, пример внедрения технологии, о которой она говорила. Модернизации двигателей. Дело в том, что против этой технологии восстают очень многие, в частности, энергетики главные, потому что он каждое утро просыпается, думает, сгорел или не сгорел двигатель. А, сгорел, хорошо, так, что я сегодня там подшипники на машину куплю, либо еще что, потому что он относит двигатель на ремонт, ему дают откат. Это первое. То же самое это идет на всех уровнях. Это схема ответов сейчас была, видимо. Да, пожалуйста, продолжайте. Да. Ну, да, точно так же происходит и с руководителями, потому что фирмы стимулируют бренды. Ну, допустим, фирма ABB, Siemens и так далее, они стимулируют руководителей предприятия к тому, чтобы эти приобретали их продукцию. Мы сейчас, кстати, видим сейчас ролик с использованием вашей продукции. Это электродвигатель, я правильно догадался? Да, мотор-колесо безредукторное. На вот этом вот мотор-колесе поставлен рекорд скорости 140 км в час. Это колесо весит всего лишь на все 18 кг, мощность 20 кВт. Вот это да. Не страшно на такой штуке ехать, а он же легкий. Ну, я, например, занимался мотоспортом в свое время, поэтому имею опыт некоторый. Ну, не страшно, но надо понимать, что это в строго отведенных местах. Ну, сейчас мы сделали скутеры, сделали целый ряд. Маленькие моторы сделали, которые могут идти на обычные электровелосипеды, на инвалидные коляски, на всевозможные устройства, пилотные устройства, роботы, манипуляторы и так далее. Это очень большая гамма, которая... Вот если вы обогнали компанию Тесла, вы можете сейчас не комментируйте это, просто мы гордимся, что мы ваши соотечественники. Дело в том, что ту задачу, которую пытались решить с 1916 года, мы решили и сейчас двинулись дальше. И все, вот смотрите, вот даже такой пример. Сейчас у нас метро, допустим, температура воздуха летом заскаливает 60 градусов, да? Применив эту технологию, ну, можно температуру опустить до 40 градусов. При этом инноваторами могут стать все, практически работники метрополитена, и не только. Потому что эта технология доступна, и она массовая. Это уже не какой-то уникальный продукт, где там в области космонавтики, либо нет. Это доступно всем. На каждом предприятии есть двигатели, и, пожалуйста, их можно модернизировать. Вот я скажу, может быть, такую крамольную вещь, но на сегодняшний день КПД энергосистемы Российской Федерации составляет 2,4%. Мне говорили себе, как это так? Я говорю, ну, попровергните хотя бы одну мою цифру. Никто не опровергнет. А вот применение этих совмещенных обмоток позволяет поднять КПД до 15-17%, выше, чем у паровоза. А значит, нужно остановить все тепловые атомные электростанции. А достаточно будет гидроэнергетики, чтобы производить продукцию. И удовлетворять все нужные потребности гражданам Российской Федерации. Фантастическая перспектива. И у нас, к сожалению, не остается времени, чтобы узнать, почему мы все до сих пор еще не ездим на этих колесах, на работу и домой, и вообще куда нам надо. Я думаю, что это повод для продолжения нашего общения. Большое вам спасибо, Дмитрий Александрович Дуюнов, руководитель проектов компании АЭС и ПП, инженер. Друзья мои, смотрите вечерку, читайте вечерку. До новых встреч, вперед к инновациям! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин